Всем привет, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал уроки WordPress и Figma. Канал на сегодняшний день называется именно так, потому что последние несколько месяцев с каналом мне помогает Макс. Макс у нас дизайнер, мы вместе работаем, у нас есть несколько больших достаточно проектов, помогает с дизайном, с проектированием, с фронтом довольно часто. И по каналу у него тоже есть время помогать мне, поэтому последнее время выкладывал ролики его, да, просил помочь. И, собственно, очень рекомендую, если вы вдруг пропустили, посмотреть ролики по Figma, по дизайну, по каким-то основам. Очень интересно, если честно сказать, прям откровенно, то сам смотрю и с большим удовольствием это делаю. Ну и подписывайтесь на канал, потому что я все так же продолжаю вести его, я никуда не теряюсь, постоянно наполняю его новым контентом, интересным, иногда сложным, иногда простым. Но продолжаю это делать и в дальнейшем не планирую бросать это дело. Собственно, с такой вводной частью. Пожалуй, все, как можно было понять из названия и по обложке этого видео, сегодня будет вторая часть. Такое, некое такое обновление видео, которое набрало больше всего просмотров на этом канале. Оно будет в лайв-режиме, потому что хочется поменьше монтажа, хочется побольше чего-то живого, чего-то понятного, актуального. И, собственно, видео будет по созданию сайта с нуля на Elementor. На данном этапе, не знаю, смогу ли я найти сейчас это видео. Да, видео набрало уже больше 10 тысяч просмотров, для моего канала это достаточно много, ну, в текущем, по крайней мере, промежутке времени. Тема актуальная и видео немножко начинает устаревать. Было много обновлений, что у WordPress, что у Elementor, поэтому имеет смысл, я думаю, записать, скажем, некий чуть более ускоренный обзор. Плюс ко всему, не дает мне покоя то, что в том видео были определенные проблемы по звуку. Я думаю, что сейчас есть ощутимая разница, есть и микрофон, и вообще обстановка немножко поменялась вокруг, поэтому сейчас гораздо лучше все. Ну и, собственно, последнее, наверное, что я хотел бы добавить перед непосредственно началом ролика. Достаточно много разговариваю, я за это очень сильно извиняюсь. Внизу будет под видео ссылка на мой блог, я его точно так же неизменно введу, и здесь статьи выходят даже чаще, чем ролики на канале. Делюсь самыми разными фичами, иногда я пишу про свою работу, иногда про текущую даже работу пишу, часто пишу про WordPress, Elementor, какие-то фичи вспоминаю, какими-то вещами по типу, вот, колесико фортуны делюсь. Это виджет, который, в том числе, возможно, мы в этом уроке разберем каким-то образом. И, собственно говоря, вся эта информация, больше 600 или 700 статей по теме WordPress и вообще IT собрана в этом блоге, поэтому не стесняйтесь, переходите. Я думаю, что вы сможете найти здесь очень много полезной информации для себя. И вторая ссылка, которая здесь будет под видео, это ссылка на хостинг, которым я все так же пользуюсь. Мы с него начинаем, в принципе, наш урок. Это TimeWeb. У них вышло обновление, скажем, такой какой-то редизайн. Давайте посмотрим на него. Ну, в принципе, функционально здесь мало что поменялось, да, то есть, если кто-то видел предыдущие какие-то ролики по тому, как я использую этот хостинг, ничего принципиально нового. Единственное, что визуально это стало гораздо красивее, конечно, все. Были проблемы у меня с пониманием нового функционала, но в целом сейчас как-то вот более-менее это поэтапно пришло к тому, что я понимаю его. Вот, то есть, он менялся еще, это как бы не сразу таким он стал. Давайте перейдем непосредственно к созданию сайта. Собственно, хостинг, да, хостинг нам нужен для того, чтобы сайт откуда-то открывался, и мы могли, собственно, подвязать к нему домен, да, и все, как бы, сопутствующие вещи, да, там, база данных имелась у сайта, где-то хранились какие-то картинки там, данные, ну, и так далее, да, то есть, вещь, как бы, крайне необходимая. Сайт в пространстве у нас не существует, такая база необходимая. Дальше у нас есть домены, на TimeWeb все достаточно просто, мы можем перейти в купить домены, если для вас это первый сайт, первый домен. Здесь ищем что-нибудь, не знаю, Дмитрий, пусть будет уроки ВП. Это 100% свободный домен, да, нажимаем зарегистрировать, уходим в регистрацию, там, вводим свои данные, покупаем домен, никаких проблем. Через несколько часов им уже можно пользоваться. Если домен есть, его можно перенести как полностью, так и под технический перенос сделать. Можно перенести полностью под управление TimeWeb, например, Если домен где-то куплен, там, на регру, например, или еще где-то. Если нет домена, то можете здесь купить еще раз. А если домен не хотите переносить оттуда, где купили, можете сделать технический перенос домена. То есть, технически он будет здесь находиться, а по факту домен будет продляться и управляться из панели на том же регру, пусть будет. Давайте перейдем тогда к этапу, когда у нас уже есть домен. Когда есть домен, конкретно на TimeWeb, на других хостингах похожая история будет, почти всегда можно установить WordPress. И в 99% случаев это бесплатно. Если кто-то кинет в меня камнем и скажет, что это всегда, в 100% случаев бесплатно, я вам так скажу. Я живу в данный момент в Финляндии, и здесь за WordPress нужно отдать 70 долларов, 70 евро. И это далеко не предел, я так скажу. То есть, есть какие-то провайдеры, есть какие-то хостинги, которые удобны с точки зрения локализации, да. То есть, мне удобно использовать хостинг, например, с айпишником финским. Это по SEO хорошо, это вообще, в принципе, удобно. Я могу этот сайт относить к своему юрлицу, но за это приходится платить, и платить немало. Как бы свой хостинг, как бы создавать, это такое себе удовольствие. Ну и, соответственно, домен у нас есть, да. Переходим к WordPress непосредственно. Конкретно здесь нам нужно сделать следующее. Нам нужно войти в раздел сайта, установка CMS. И здесь мы видим WordPress. Нажимаем на него. Ну, очевидно, да, что у нас должен быть какой-то тариф здесь выбран на хостинге. Я думаю, что с этим можно без меня разобраться вполне себе. Нажимаем «Установить приложение». И здесь будет ваш конкретно домен, который вы можете использовать. В моем случае, вот, у меня есть такой домен, насколько я помню, anysite.ru. Если все в порядке, мы подвяжем к нему сейчас сайт. Нажимаем «Начать установку». Идет установка приложения. Ну, в зависимости от скорости интернета, это может там до пары минут занять. Дальше обязательно копируем наш код. Нажимаем «Перейти к сайту». И, в принципе, нас встречает новый, свежайший, скажем так, WordPress. Для того, чтобы зайти в консоль и начать управлять нашим сайтом, начать делать его, скажем так, с нуля, да, то есть, по сути, мы сайт уже только что с вами сделали, но мы хотим как-то его кастомизировать, мы хотим что-то с ним сделать. Нам нужно зайти либо в наш домен слэш админ, либо, может, если вдруг не зайти, то впадмин.php. Я, может быть, давно не работал с WordPress, но хорошо, пусть будет админ. По админу мы точно зайдем. Возможно, я что-то забыл как-то случайно, в общем, адрес. Вп.логин, да, я сняюсь. Вп.логин.php нужно было забить, и в этом случае мы бы попали туда, куда нужно. То есть, первый путь — это слэш админ, второй — это wp.логин.php. И заходим в ту же самую панель. Здесь вбиваем админ, это дефолтное, да, значение для логина. И наш пароль, который мы получили вот здесь вот, в админке нашего хостинга. Соответственно, я после того, как это видео выйдет публично, я поменяю все эти данные, можно не пытаться заходить на данный сайт. Нет, пароль обновлять я не хочу. Вышло новое обновление WordPress 6.1.1. По WordPress всегда можно почитать какую-то информацию по обновлениям. Самый надежный, скажем так, источник по инфе обновления — это официальный сайт WordPress. Ну, вот здесь они что-то описывают, да, какие-то вещи. То есть, насколько я это вижу, WordPress сейчас уходит в такую стезю конструкторов, да. То есть, он максимально приближается к каким-то Webflow, там, Tilda и прочим, при этом сохраняя, как бы, свой мощный потенциал, да. У меня также было видео по поводу того на канале, что такое WordPress и почему разработчику имеет смысл начинать с него или почему вообще, в принципе, изучать его. Вопрос и ответ достаточно простой. WordPress, по сути, это такой веб-фреймворк, да. Кто-то его там таким не считает, но, по сути, это так. И, собственно, даже несмотря на то, что он сейчас стремится стать каким-то конструктором, как я это во всяком случае вижу, да, есть все-таки определенные какие-то вещи, которыми WordPress обладает, а другие конструкторы пока, во всяком случае, там, на 2022-2023 год нет. Соответственно, WordPress — это хороший выбор для создания сайта. Плюс здесь, наверное, самая большая такая коммунити разработчиков, каких-то девелоперов там и всего прочего. Легко найти человека, который починит вам сайт, создаст вам сайт. Можете ко мне, например, обратиться с какими-то вещами. Что-то я делаю на WordPress, что-то мы делаем не на WordPress и даже близко не на WordPress. Какие-то сложные, да, проекты, там, агрегаторы разные. Вот. Ну, вот, например, у меня тут есть какое-то количество бесплатных плагинов. Ссылку на свой профиль на WordPress я оставлю в описании. Можете зайти, почитать, вдруг вам что-то нужно будет. Начиная с платежных шлюзов, заканчивая какими-то вот добавлением ссылок к скопированному тексту, очень много всего интересного можно найти будет. Возвращаемся на наш сайт. По WordPress поняли, да? Дальше нам следует понять такую вещь. WordPress всегда как-то подвязан к теме. А тема — это некая такая совокупность, скажем, визуальных качеств каких-то сайтов, да, которая, по сути, частично влияет на то, как ваш сайт работает. Темы бывают разные. Бывают стандартные, дефолтные WordPress темы, как у нас по умолчанию устанавливается вместе с WordPress. Бывают бланковые темы, да, полностью пустые. Это, допустим, верстку какую-то натягивает на них. Бывают темы какие-то кастомные, бывают платные, бесплатные. Их очень много, а часть из них можно найти в консоли, во вкладке «Внешний вид темы». И нажимаем «Добавить». И здесь нас встречает такой а-ля магазин бесплатных тем. По факту отсюда, скачивая тему, вы привязываетесь к какому-то конкретному разработчику. Мы тоже привяжемся к Elementor, но это не так страшно, потому что это один из крупнейших все-таки таких поставщиков какого-то ПО там для WordPress платного достаточно давно существует, уже очень много лет. И причин, по которым он там схлопнуться может, я не вижу, мягко говоря. Вот. Соответственно, также можно скачать тему где-то вне WordPress. Скажем, я баловался, когда скачивал темы, допустим, с Envato. Здесь вы заводите подписку. Не знаю, насколько для RU пользователей сейчас это актуально, но в целом как бы здесь можно найти какие-то WordPress темы в том числе. Скачиваем и, соответственно, вот здесь нажимаем «Загрузить тему», выбрать файл и сюда грузим просто нашу тему. Ничего сложного здесь нет. Тема грузится, распаковывается. Как правило, темы свежие, они идут с установщиками, распаковщиками, то есть справятся, ну, в большинстве случаев даже ребенок. Дальше идем, соответственно, к нашей теме. Вот она, одна из самых популярных темы, которая полностью поддерживается и вообще, по сути, создана разработчиками Elementor. Это тема «Hello». Нажимаем «Установить» для того, чтобы установить тему. И дальше не забываем активировать ее. Нажимаем «Активировать». Переходим на наш сайт и видим, что внешний вид нашего сайта поменялся. Для того, чтобы не иметь в будущем проблем никаких, я вот примерно на этом этапе рекомендую перейти в мои сайты. Допустим, на TimeWeb, если вы делаете сайт. Здесь нажимаем на шестереночку. Похожая еще раз настроечка есть в большинстве хостингов. Просто проверяем. В данном случае у меня по PHP 7.4. Это, в принципе, нормально. Ранее TimeWeb по дефолту устанавливал PHP 7.1. Оптимально выбирать какую-то новую. Недавно 8.1 вышло, насколько я могу понять. Соответственно, чем свежее, тем лучше. Потому что в дальнейшем, когда вы захотите обновить версию PHP, у вас может что-то пойти не так с сайтом. Я закрою 7.4. Нам будет достаточно. Я думаю, что с этим будет работать большинство плагинов, которые мы будем сегодня разбирать. А их будет крайне немного. Соответственно, мы делаем сайт в конкретно данном уроке. Это будет лендинг небольшой. Я возьму какую-то абстрактную тему у себя из головы. Даже в отличие от Макса, напомню, наш ведущий второй на канале, он в последних парочке видосов там брал генератор технического задания. Я даже так себя утруждать не буду. Я просто сейчас перейду в плагины. Удалю то, что мне не нужно. Просто, чтобы не мешалось. В принципе, AkiSmet очень полезная штука. Я очень рекомендую установить. Но в данном случае мы не рассматриваем это. Плагин — это вещь, которая добавляет некий функционал на ваш сайт. В данном случае я устанавливать буду сейчас плагин Elementor. У него сколько? Пару миллионов, наверное, загрузок уже есть. Более пяти. Великолепно. Значит, устанавливаем плагин. В данном случае Elementor — это конструктор сайтов. Благодаря нему можно создать сайт, не обладая какими-либо навыками программирования. Можно, если они есть, их использовать. В частности, пропустим все ненужные шаги, чтобы было быстрее, поскольку у нас видео в таком лайве получается. И сразу переходим в редактор, но нам это пока не нужно. Соответственно, значит, Elementor мы установили, и осталось договорить про то, что делает плагин. В нашем случае, еще раз, это конструктор. И мы можем применять в нем навыки программирования. Можно, допустим, создавать в ProElementor, это платная версия Elementor, задавать какие-то классы к каким-то элементам и привязывать к ним, допустим, Custom CSS. Но это не обязательно. То есть, в принципе, можно справиться и без навыков программирования. Здесь вы будете чем-то скованы, чем-то ограничены. Возможно, где-то потребуется установка кучи плагинов для создания какого-то функционала невероятного на сайте. Но в целом какие-то простые базовые сайты можно делать самостоятельно и полностью бесплатно. Ну, за исключением вот хостинга. За него придется заплатить. Ну, для, скажем, базовых каких-то тарифов это будет там, ну, 150-200 рублей в месяц. Я думаю, что это сумма, которую может потянуть каждый практически. А вот остальным функционалом можно, по сути дела, бесплатно пользоваться. Да, WordPress — это open-source штука. Elementor, по сути дела, тоже в какой-то лимитированной своей версии. Итак, у нас есть сейчас сайт. И сайт, как правило, начинается с хедера. То есть мы можем, например, добавить сейчас страницу. Как-то ее назвать. И даже опубликовать ее. Ну, хедер у нас никак не поменяется. То есть мы начинаем редактирование вот где-то вот с этой части сайта. Далее сама по себе страница, как мы могли заметить, сейчас выглядела, ну, вот, скажем, ну, мягко говоря, как конструктор, да, но какой-то не очень хороший. То есть, ну, довольно странно. Здесь можно там колонки сделать, блоки, там еще что-то. Но это немножко все-таки не то, да, пока. То есть Elementor пока круче. И я думаю, что если вы зашли на это видео, возможно, вы сталкивались с интерфейсом Elementor. И, собственно, поэтому нагуглили, на YouTube-или это видео. Давайте перейдем в редактор Elementor. Выглядит он вот так. Так, и здесь нам уже понятно, да, что есть большое количество разных блоков, которые мы можем использовать. Часть из них здесь, это такая промо-акция Elementor с точки зрения того, что они доступны в Pro-версии. Здесь написано Pro. И мы не можем их просто взять. Нам нужно проапгрейдиться. Но очень большое количество блоков, по сути, из которых все сайты в мире и на свете собраны, здесь присутствуют в бесплатном виде. То есть это внутренняя сейс, секция, заголовок, изображение, редактор текста, видео, кнопка, картинки, карты и иконки. В принципе, если подумать очень хорошо, то все сайты состоят, по сути, из текста разного размера, из картинок и, ну, видео как максимум, да. И бывают такие примочки, как иконки, карты там какие-то и всякое прочее, по сути дела. По сути дела, не так много нам нужно, чтобы создать сайт. Собственно, начать работу в Elementor достаточно просто. Мы уже перешли в нашу страницу, мы ее редактируем с помощью Elementor. Начинаем мы с плюсика, с прожатия плюсика и выбираем структуру первого нашего блока с вами. Добавляем блок и в него просто перекидываем все, что нам нужно. Я рекомендую также не стесняться пользоваться внутренними секциями. Это облегчает работу с точки зрения отступов, там разделение текста и всего прочего. Можно дублировать колонки здесь, можно их удалять. Можно оставить вообще одну внутреннюю секцию в большой секции. И так далее, и так далее. Да, все зависит от того, что вы собираетесь делать. Я буду делать, наверное, сайт с... Давайте подумаем буквально минуту. Наверное, я сделаю сайт по продаже каких-нибудь бань. Давайте, пусть будет. Сделаю сайт в исключительно белых таких тонах, черно-белых, плюс какие-то картинки добавлю сюда. Возможно, видео, но этого обещать я не буду. Соответственно, мне понадобится вот здесь изображение. Дальше мне понадобится заголовок. Дальше мне понадобится текст. Если промахнулись, можно вот так вот за синенький уголочек брать и перетягивать здесь вещи всем. И мне понадобится кнопка. Кнопка вот такого формата, да, где на нее как бы ты пытаешься заставить пользователя назвать. Называется CTA или Call to Action. То есть призыв к действию. Такой призыв к действию у нас получается. И, в принципе, это, наверное, все, что я хотел бы видеть на этом экране. Теперь мы видим структуру, да, такую грубую нашей первой страницы, нашего первого экрана в частности. Для тех, кто не знает, экран это то, что у нас находится в зоне видимости экрана устройства. А страница может быть очень длинной, и она листается. Пока мы сделать этого не можем. Она может включать множество разных экранов. Давайте зайдем в настройки внутренней нашей секции. Вертикальное выравнивание. Сделаем посередине. Уже лучше выглядит. Теперь давайте зайдем в настройки текста. И, как правило, у всех блоков и элементов в Elementor есть три типа настроек. Это содержимое, стиль и расширенные настройки. В данном случае я хочу поменять... Ну, шрифт можно в целом оставить таким, наверное. Это такая абсолютно нейтральная штука, насколько я помню, это робота. Давайте посмотрим. Да, это робота. Я хочу поменять только размер. Сделать хочу побольше и сделать его черным. Для этого я захожу в стиль. И здесь в настройках заголовка мне нужно просто вот так вот сделать. Теперь у меня черный текст. Размер пусть будет 55, например. Сауны по лучшему. Цену. Как обычно, я когда делаю что-то без чьей-то помощи и на скорую руку, получается у меня так себе в плане дизайна. Поэтому я за это сильно прошу меня не судить. Дальше у нас, соответственно, текст. Мы оставим этот текст совсем, чтобы не усложнять себе жизнь вот таким, какой он есть. Изменим только кнопку, пожалуй. Точно так же переходим в стиль. Делаем, допустим, черную кнопку. Здесь уже есть больше настроек. Например, мы можем сделать радиус углов равный 10. И также есть отступы, допустим, внутренние. Давайте попробуем, может быть, канонично сделать. Один к двум пропорция. Давайте 30 попробуем. А здесь, соответственно, 15. Ну, такая кнопка, в принципе, меня устраивает. Не вижу в ней ничего плохого. Пусть будет такой. В принципе, наш первый экран готов. Единственное, что осталось нам поменять картинку. И вот здесь вот, что я хотел по кнопке добавить, не успел. Забыл точнее. Здесь у нас есть наведение. Мы видим, что курсор меняется, да, с обычного на pointer, так называемый. И, в принципе, мы можем сделать тоже так называемый hover. То есть, при наведении на кнопку, кнопка будет как-то менять свой внешний вид, да, для того, чтобы было понятно пользователю, что он на нее навелся. Это обычная такая вещь, в принципе. Давайте сделаем ее немножко более серый. Можно сделать, в принципе, черный и сменить прозрачность чуть ниже. Я думаю, что этого достаточно. Для главного экрана вернемся к картинке. Перейдем, ну, например, в Яндекс. И забьем сауна. Не разрешить картинки. Давайте вот такую возьмем картинку и сделаем нечто немножко отличное от того, что я хотел сделать изначально. У нас есть блок. Мы выделяем его полностью. Берем во всю ширину. Высота. Делаем по размеру экрана. Видим, да, что теперь у нас только в один экран вмещается все это дело. И делаем следующее. Заходим в стиль. Фон. Здесь выбираем, где у нас картинка. Классический. Изображение. И, собственно, здесь мы также научимся работать с библиотекой файлов WordPress. Она одна. То есть у Elementor нет ничего своего. Глобально в плане базы данных, то есть в плане хранения каких-то вещей там и так далее, и так далее. Мы храним все по-прежнему в... Или, точнее, за счет стандартного функционала WordPress. Соответственно, мы сюда подтягиваем картиночку. Рекомендую заполнять alt-атрибут и заголовок. Про эти вещи я не буду более подробно рассказывать. Можно на мой сайт зайти и здесь почитать. Про все эти вещи. Про SEO, метатеги и так далее. Вот так у нас получается. А вот эту картинку давайте пока ликвидируем. Мы еще успеем поиграться с такого типа блоком. Такого типа блоком, извиняюсь. Теперь давайте возьмем нашу картинку. Сделаем градиентный фон. Попробуем, по крайней мере, с этим как-то поиграться. Так, перекрытие фона, извиняюсь. Градиентное перекрытие сделаем. Допустим, белый и черный. Допустим, вот так. Попробуем поиграться с положением. Ну, вот так неплохо. Угол разворота. Сделаем, наверное, вот так. Так. Угу. Угу. можно вот так еще сконцентрироваться на здесь в принципе это вроде бы выглядит неплохо как по мне можно конечно лучше но нужно дольше играться с настройками попробуем вот так давайте текст написать этого совсем не видно здесь поэтому давайте вернемся в настройки так вернемся к линейному градиенту давайте попробуем сделать его чуть-чуть наверно более вытянутым как-то вот так и попробуем менять цвет шрифта например у нас вот здесь вот текст из-за этой скамейки был плохо виден менять в очередной раз картинку но такое себе дело поэтому давайте попробуем пойти от обратного по наведению соответственно сделаем белый вот такой я думаю что это выглядит приятнее как-то более воздушно что теперь нажимаем кнопочку обновить внизу она у меня здесь вот не видно было потому что запись не прямо-таки всего экрана у меня выходим смотреть страницу и видим что у нас здесь уже вот такой замечательный сайт получается давайте еще раз зайдем в редактирование страницы и здесь у нас есть изображение страницы обсуждения атрибуты нас интересует внешний вид вообще-то страницы до шаблон несколько поменялась здесь кнопочка поэтому она мне немножко дезориентировала нажимаем шаблон по умолчанию элементар холст давайте попробуем посмотреть на видим что у нас все 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 ненужное нам пропало соответственно у нас есть только один экран который но должен по сути помещаться в экран моего компьютера немножко не помещается не беда можно задать фиксированную высоту например это тоже можно сделать с помощью расширенных настроек блока всего давайте перейдем ко второму блоку и в конце перейдем к меню значит мы нажимаем редактировать в элемент и собственно здесь нажимаем еще раз плюсик давайте выберем из наверное одной секции и в нее перетянем внутреннюю секцию сделаем вот так здесь дублируем и получат нас три колонки также сделаем наверное высоту давайте минимально сделаем высоту может быть 650 пикселей 550 давайте попробуем до 550 как по мне в самый раз попробуем может быть иконки добавить какие-то преимущества нашей сауны показать иконка далее у нас небольшой заголовок и текст например вот так у нас здесь было выравнивание по левому краю я думаю что можно придерживаться дальше этой же стилистики выравнивать все по левому краю никаких проблем не вижу и здесь есть довольно интересная штука да то есть я просто для себя сейчас добавил три колонки не собираюсь сейчас добавлять опять сюда там конку там выравнивать ее можно пойти другим путем можно дублировать целую секцию до control z нажимаем ну или в моем случае на маке команды нажимаем и возвращаемся к предыдущему действию я сейчас настрою конкретно вот эту колонку и затем я ее продублирую значит цельный брус пусть будет допустим вот так поменяем цвет иконки размер пусть будет 35 пикселей выглядит вроде бы неплохо здесь вот так можем сделать толщину давайте поменьше сделаем и размер допустим 30 чтобы это чуть более аккуратно выглядело здесь можем сделать может быть несколько по прозрачнее и даже поменьше может быть 14 15 минимальная такая насколько я знаком вообще с дизайном это 12 размер текста минимальный такой который воспринимается человеком но в данном случае в преимуществах можно чуть побольше наверное его сделать вот тип такого и соответственно когда нас это устраивает дублируем колонки удаляем ненужное и получается вот такая история в принципе можно сделать еще вот так продублировать до внутреннюю секцию и вот у нижней секции я извиняюсь добавить отступы отступы дает задаются в расширенных настройках здесь с ними всегда можно поиграться есть отступы внутри есть отступы снаружи можно их настраивать для компьютера планшета и телефона отдельно я попозже чуть-чуть вернусь как к меню так к мобильной адаптации у меня есть вообще-то отдельное видео тоже достаточно популярной на канале по мобильной адаптации сайта на wordpress плюс элементар но думаю что можно освежить эту тему тоже в этом видео и плюс само по себе видео будет более комплексная более полноценная надо на данном этапе сейчас еще вспомнил что у меня заново высота минимальная блока ее можно несколько увеличить потому что мы решили в какой-то я решил до в какой-то момент добавить больше преимуществ ну давайте иконки поменяем на какие-нибудь там напишем например доставка здесь можем написать допустим персональный менеджер пусть будет много получается достаточно текста мы можем либо уменьшить текст либо выйти из положения допустим расширив отступ снаружи например там немножко не так если вот так попробовать можем вот так вот выйти из положения к примеру не очень все равно красиво получается но выход из положения как бы я нарисовать должен был давайте пусть будет пусть будет 24 на 7 допустим дальше мы выберем какую-то рандомную иконку допустим пусть life с будет в элементаре текстовые поля и вообще какие-то другие вещи можно редактировать прям внутри но я не очень рекомендую это делать потому что могут возникать какие-то ошибки периодически баги там всякое прочее поэтому если вы будете редактировать здесь вы будете с ними сталкиваться по минимуму давайте напишем здесь тут насколько может быть вообще сауна безопасной но имеется ввиду наверно что она экологически чистая ну и собственно здесь так и сделаем наверно экофрендли пусть будет допустим дальше пусть будет еще конец цифры там не так принципиально я думаю допустим вот так получается у нас у нас уже есть главное главный блок до какой-то который должен заинтересовать человека и у нас есть какие-то преимущества по сауне что интересно в принципе мы могли бы сюда вставить и полноценный расчет стоимости сауны и это требуется я не знаю в каждой второй наверное нише по калькулятору на wordpress у меня также есть видео на канале я наверное замучаюсь искать все эти вещи и вставлять их в описании под это видео но я это сделаю поэтому если какие-то вещи вы услышали вы можете перейти и узнать о них непосредственно из описания да то есть я все подпишу ссылочки корректно проставлю соответственно можете не переживать заходить и все что нужно там изучать и так у нас два блока готова давайте наверное сейчас сделаем все-таки отступ здесь вот здесь есть такая вещь как связать значение если мы их связываем у нас отступы с обоих сторон добавляются в данном случае сверху и снизу а как мы видим да то есть раз они добавляются везде ну или уменьшаются да если мы в минус идем соответственно не могут быть как положительно так отрицательно я думаю что это можно было уже подметить я отвязываю значение для того чтобы добавить отступ только сверху я хочу сделать вот 150 пикселей и получается полная шляпа потому что опять же фиксированная высота она конечно не очень хорошо себя ведет в таком формате мне это уже нравится давайте добавим следующий блок следующий блок у нас будет пусть это будет два блока один большой или два блока как угодно с видео например с заголовком выработанными по середине может быть отсюда стоило взять ну как минимум этот заголовок по размеру должен отличаться по размеру на иерархию заголовков с точки зрения html их размера в элементаре не влияют вообще абсолютно никак да и вообще в принципе они никак не влияют настраивать seo можно вот ну условно дать сел настраивать в элементаре можно с помощью вот здесь теги проставляете какие вам нужно и все отличненько у вас работает давайте я сделаю наверное 40 здесь у нас с вами 55 здесь пусть будет 40 вернемся к жирному шрифту так чтобы нам еще сюда добавить такого интересного возможно несколько под залить это дело допустим вот так если сделать или явно любил давайте попробуем вот так может быть выглядит это лучше да визуально просто немножко отделиться вот этого блока с информации думаю что было бы неплохо и наверное соответственно здесь мы наверное зададим отступы пожалуй 50 наверное это самый край 75 наверное думаю что можно еще даже немножко наверно добавить вот такая чисто визуальщина уже пошла да мне это нравится единственное что текста наверное я бы добавил но если не в два раза то чуть 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 больше точно в три строчки ну и заодно текстового контакта контента здесь было бы побольше также я хочу сделать вот чтобы колонок чуть больше дам соответственно дублируем дальше нашу секцию а вот у этой секции я бы сделал уже отступы здесь отвязал бы и сверху сделал ну скажем 25 если сделать давайте сделаем 45 и сделаем реверс колонок вот таким образом простым дракон дробом думаю что все таки снизу здесь тоже можно уменьшить немножко отступ до 40 например новая фича какая-то у меня мышка почему-то цепляется очень сильно в этих местах скажем сделаем вот как-то вот так здесь нажмем продублировать также вот сделаем с колонками поступим и у нас такое вот получается путь клиента да скажем некий мы можем конечно на фон бросить там какую-то линию такой да прямо таки путь нарисовать то есть ну условно говоря как я это себе представляю то есть я занимаюсь продажей саунд я что-то декларирую на своем сайте что-то рассказываю какие-то преимущества поясняю да можно так называемые буллеты сюда еще впихнуть и мы собственно сейчас это наверное сделаем следующим шагом дальше мы рассказываем какие-то преимущества побочного характера дальше мы рассказываем возможно про то как мы строим наши бани и возможно какие-то отзывы сюда впихиваем и соответственно этого пожалуй же вообще достаточно чтобы что-то продать если это грамотно сделать то этого вполне себе достаточно и дальше давайте попробуем вставить возможно футер давайте наверное сделаем да я думаю что нужно сделать футер каким у нас будет контактную форму я вставлю метформ пожалуй это будет отдельный плагин для хедер у нас будет тоже свой плагин а что насчет testimonials у нас есть тут как это дело выглядит ну давайте еще наверное тогда отзывы вставим раз уж такое дело пошло удалим это пока сделаем здесь точно минимальная высота нам понадобится 400 вполне для этого сгодится здесь опять в поиске ищем отзыв вставляем наш отзыв типографика робота нам подходит в целом то нам размер преимущественно не подходит слишком уж он большой и и выделяющийся человек скачаем тоже картинку себя сейчас ставлю еще и вот эта девушка пусть будет приятно с пальцем вверх ну или вот молодой человек тоже не менее приятно улыбается все хорошо у него так значит изображение мы меняем здесь вот тут можем массово заливать сразу изображение сюда на наш сайт таким мы просто выделяем и сюда прям перекидываем давайте первый будет этот парень и цвет заголовка мы еще поменяем это под заголовок да у нас получается а это имя было все понятно тогда делаем вот так соответственно дублируем колонку прям вот знаете язык у меня чешется сказать о том что мы могли бы сделать из этого отличный слайдер и об этом у меня есть целое замечательное шикарное отдельное видео на тему того как сделать слайдер из любого вообще объекта в элементами очень полезная очень крутая штука и совсем не зря поверьте она набрала тоже там три с половиной тысячи просмотров на на моем канале соответственно отзывы у нас есть могли бы сделать из них слайдер ну давайте наверно так вот их оставим единственное что может быть имеет смысл сделать отступы у этого блока ограниченная ширина 900 может быть вот так вот сделать как-то не очень хорошо смотрится из-за того что текста одинаковое количество здесь это такой конечно момент допустим вот так хуже на только становится ладно ну в целом это более-менее приятно выглядит и мне как бы больше это если честно и не нужно от этого всего ставлю свою фотку и дальше у нас очередной похожий блок здесь это тот мужчина серьезный будет у нас и в принципе получается сайт у нас сауны преимущество наших саун рассказываем про стройку там каким-то образом и соответственно здесь какие-то отзывы мы уже делимся дальше давайте возьмем вот этот блок с точки зрения цвета и создадим блок вернусь на полный экран с таким же фоном я так думаю и можно сделать его наверно должны он темнее имеет ли это смысл наверное что не имеет у нас получается вот такой блок и чем бы его нам разбавить соответственно у нас там будет контактная форма я так понимаю что нам нужно как-то две колонки сюда наверно нужно будет вставить в одной из них будет контактная форма пожалуй что с этой стороны я думаю что это будет удобнее бывают такие вот затупы или ментора но ничего не поделать можно просто обновить страницу я не хочу этого делать в принципе мы можем все успеть без всяких обновлений сделать на одной странице вот так вот помучиться придется здесь соответственно также добавляем выравнивание посередине высоту данного блока я сделаю пожалуй да пусть будет по размеру экрана наверно нет это очень много получается тогда минимальная и пусть будет шестьсот пятьдесят тоже будет высоко но терпимо терпимо соответственно дальше мы добавим иконки соц сетей вроде бы должен быть блок у нас здесь список с иконками иконки соц сетей здесь с ними можно поиграться каким-то образом я наверное делать этого не буду мне в принципе нравится и в таком варианте они в принципе подходят можно единственное что сделать наверное закругление чуть чуть больше как у сверху нашей кнопки соответственно вот таким образом и и допустим вот так удаляем этот блок здесь заходим расширенные настройки у нас фиксированная высота не понял в чем проблема это слишком мало будет 150 наверное в самый раз и здесь мы можем просто бросить какой-то текст какой-то копирайт ту же самую ссылку на политику конфиденциальности каким-то таким образом только более прозрачный и более маленький наверное как раз здесь двенадцатый нам покатят напишем что здесь там сауны по лучшей цене точка там ком пусть будет дальше тубуляция такая 22 давайте политика конфиденциальности также у нас сюда добавится предположим и это можно сделать ссылкой допустим чтобы сделать ссылку мы можем вот так вот приложить в данном случае у меня пока ссылки никакой нет я вставлю заглушку в виде хэша соответственно нажимаю синюю стрелочку в wordpress да и вообще во многих текстовых редакторах на форумах и везде-везде одна и та же система она общепринята поэтому не вызывает никаких проблем ссылка на политику конфиденциальности есть у нас меня смущает отступ только разве что снизу давайте здесь зададим наверное сверху 50 отступ или даже 75 возможно да я думаю что так будет хорошо здесь я хочу чуть больше сделать ширина понятна очень узкий блок получился не самый приятный ну вот как-то вот так получается вроде бы достаточно приятно и вернемся к буллетам я их обещал я об этом не забыл просто какие-то побочные дела возникли по ходу дела список с иконками добавляем сделаем иконки белого цвета сделаем отступ пожалуй что снаружи снизу наверно вот так вот вот увеличим размер иконок иконка размер пусть будет 18 наверное для ровного счета 20 пусть будет здесь мы выбираем ну допустим вот такая наверное будет иконка торт норм можно даже тогда 25 наверное сделать вот здесь вот эти удаляем вот эту вот дублируем иконку дальше у нас расстояние между вот так пусть будет и цвет текста тоже пусть будет белый соответственно про буллеты у меня была также вроде бы отдельная статья если я писал ее для своего блога ох как тут некрасиво съехалось прошу не обращать внимание все остальное очень красиво значит как сделать сайт продающим оффер буллеты сетей и ключевые действия я также приложу ссылку на эту статью внизу здесь есть всякие формулы скринкасты и всякое прочее писал сразу оговорюсь основываясь на публичных материалах которые доступны в общем доступе потому что есть грубо говоря в голове в своей какое-то понимание но я не совсем маркетолог это первое и второе это ну нужно какую-то терминологию давать чтобы грубо говоря люди пользовались одной и той же то есть я не могу свою какую-то вводить соответственно написал статью и вот можно ее почитать в принципе много всего полезного собрал по интернету скажем так и в частности вот про буллеты я там рассказал буллеты это некие преимущества если совсем коротко и сухо об этом сказать да какие-то ключевые у них есть правила по которым они пишутся определенные есть правила по их количеству по их местоположению и другим фичам вот соответственно буллеты я решил добавить ну пусть будут ничего от них там не случится по крайней мере на нашем тестовом сайте точно и так наш сайт по сути своей готов давайте на него посмотрим по мне получилось достаточно неплохо следующее что нам нужно сделать это разобраться с меню и добавить контактную форму в принципе на этом мы сможем уже даже закончить но я хочу сделать еще кое-что я хочу добавить еще плагин по seo пусть это будет yoast seo плагин грузится дальше я хочу добавить элемент тор хэдер футер билдер да это он насколько я могу помнить насколько мне память не изменяет сразу активировать по привычке нажимаю ну ничего страшного значит и metform тоже нам понадобится плагин это такой вот must have по плагинам которые нужны для создания сайта ну естественно что я отношение к разработке конкретно этих плагинов отношения никакого не имею и у них есть какие-то платные опции я как бы их не рекламирую в принципе мне всегда было достаточно бесплатных опций насколько я вообще этим всем пользовался даже уезд seo самого популярного плагина по seo есть платная версия мы пока все это пропустим дело нам неинтересно и собственно говоря у нас главная страница видимо это не совсем та страница которую мы тут с вами делали значит давайте удалим лишней страницы здесь нажмем настроить перейдем в настройки главной страницы и здесь мы можем выбрать что мы будем показывать в качестве главной страницы я выбираю статическую страницу страница номер один это страница которую мы с вами только что сделали и собственно говоря все вот теперь наш сайт и не сей .ру кому интересно кстати домен продается можете написать мне куда-то я скажу куда можно скинуть деньги шутка и не совсем шутка если что вот значит значит теперь у нас на главной странице сайта и не сайт .ру находится вот наша страница с вами она уже доступна публично то есть если мы зайдем например через инкогнито и забьем они сайт .ру мы попадем на наш сайт который будет довольно быстро грузиться и вообще в принципе он будет замечательный то есть по сути мы сделали сайт уже свой кастомный мы сделали вот изначально за минуту но сейчас вот мы в течение часа уже сделали сайт такой какой нам нужен осталось только текст сюда вписать дальше что я хочу показать мы поставили плагин силу и даже успели его активировать поэтому можем перейти в редактирование страницы и вот здесь вот внизу у нас есть настройки по села что такое вообще что такое вообще села села это search engine optimization да то есть мы за счет села как бы двигаемся в поисковых системах или точнее сказать это и есть продвижение в поисковых системах работает она достаточно просто с одной стороны с другой стороны невероятно сложно и научиться как-то продвигаться практически не является возможным то есть грубо говоря алгоритмы улучшаются ты за ними как-то тянешься то есть довольно сложные сложные такие вещи какие-то частности я опять же обсуждаю в своем блоге но грубо говоря минимально минимально что нужно вам сделать для того чтобы как минимум в рекламу свой сайт закинуть это грубо говоря здесь вот прописать какие-то вещи то есть например сделать вот так сайт по сауна это seo заголовок у нас лучшие сауны мы напишем и ну это условно говоря то есть вот эта вещь у нас будет показываться в поисковой системе когда нас будут находить ну довольно важно как бы это заполнить потому что страница 1 ну это такой себе заголовок для страницы и к слову сказать вот этот заголовок я бы сделал совпадающим вот с этим если ваш сайт планирует расширяться и вообще вы имеете какие-то виды на seo скажем так я бы делал сразу все правильно какие-то гейдлайны можно почитать самостоятельно в очередной раз ссылаясь на свой сайт можно сделать это у меня можно сделать это где угодно желательно завести какой-то блок и постоянно наполнять сайт каким-то контентом это очень сильно поможет в его развитии соответственно нажимаем обновить и и наш так он вот здесь вот видите сайт по саунам собственно заголовок нашего сайта он уже здесь показывается замечательно значит все работает хорошо дальше соответственно у нас задача следующая добавить на наш сайт контактную форму и сейчас постараюсь это достаточно быстро все сделать next step next step next step next step и конечно же сохраняя изменения мы переходим на наш сайт открываем редактировать в элементар и соответственно здесь сейчас мы можем зайти в наш блок и здесь в поиске найти мед форму вставляем его сюда нажимаем edit форм значит выбираем допустим предзаготовленную форму нажимаем обновить и закрыть просто чтобы посмотреть как это будет выглядеть и видим у нас появилась контактная форма то есть наш сайт по факту сейчас еще и способен принимать заявки а вот куда и как он их шлет вопрос до возникает следующий такой как бы очевидный и закономерный мы соответственно нажимаем edit форм у нас уже здесь погружается наша форма нажимаем редактировать форму а здесь давайте давайте вот так вот сделаем лишнее да скажем так по чекам здесь есть ли какая-то высота у этого блока фиксированная фиксированная да есть давайте сделаем чуть меньше вот так например и под наш сайт сделаем кнопку не буду сильно слоя аутом играться просто черная кнопка будет думаю этого будет достаточно вот это можно удалить обновляем ну как бы вроде бы все остальное здесь под наш сайт более-менее подходит и у нас получается вот такая форма ну очевидно если бы я хотел прямо сделать идеальный в продакшн запустить сайт конечно я бы не оставил его с такими там инпутами сделал постарался бы это чуть покрасивее в идеале конечно там и дизайн подготовил бы и проекты все остальное вот но для тестового сайта скажем это уже неплохо еще раз нажимаю редактировать форму и вот здесь вот если нажать сверху настройки формы мы увидим собственно все настройки в принципе все на русском поэтому я думаю не составит большого труда пройтись по ним самостоятельно внести какой-то заголовок который будет прилетать вам на почту при отправке формы сообщения об успехе который будет показываться пользователям какая-то аналитика да какие-то визуальные настройки есть уведомления по почте админа вот здесь вот кому собственно мы сами себе указываем бесконечное количество email адресов куда хотим получать лиды с нашего сайта ну и так далее да то есть достаточно много всяких вещей есть какие-то интеграции честно скажу ни разу не пользовался какими-то прямыми интеграциями которые здесь есть непосредственно если это какие-то интеграции с crm то как правило я такими вещами как ну собственно говоря metform не пользуюсь да то есть как бы здесь речь идет про простые какие-то быстрые решения и бюджетные что наверное определяющие вообще здесь слово по ходу дела соответственно возвращаемся на наш сайт и последнее что стоит обсудить это меню на это мы потратим наверное пару минут нашего времени в принципе по меню в разных вариациях о том как сделать плавающее меню вот как мега меню я тоже рассказывал в предыдущих роликах ну давайте каратенечко наверное заходим в плагины у нас есть элемент header footer builder нажимаем settings add new можно все пропустить в принципе здесь выбираем что мы делаем header будем показывать по всему сайту на случай если вы будете делать сайт скажем так многостраничным или вообще в целом как-то развиваться он будет то header я рекомендую показывать по всему сайту сразу то есть ну сразу какие-то настройки делать такие определяющие для всех категорий пользователей будем показывать layout canvas тоже здесь делаем значит холст элемент я думаю что мы здесь выставим и основное меню назовем это так дела соответственно переходим на наш сайт значит здесь мы уже можем перейти в редактирование нашей контактной формы сразу сходу я нажимаю редактировать страницу нет немножко не по правильному пути я пошел мы сейчас вернемся в элементар header footer builder здесь у нас есть основное меню я нажимаю изменить и редактировать в элементар да я сначала должен его создать это меню соответственно здесь я выбираю так у нас каким образом это будет работать мне очень интересно через навигационное меню у нас единственный по сути это дело вариант на текущем этапе есть это навигационное меню соответственно работает оно пока никак да давайте обновим страницу чтобы посмотреть изменения какие-то никак не хочет открываться да все я понял у нас значит еще меню нужно сделать ну я собственно предупреждал да что я могу что-то забыть переходим в внешний вид меню и создаем наше новое меню можно здесь ничего не кликать здесь мы добавляем давайте на произвольных ссылках сделаем мы можем добавлять существующие страницы в меню можем добавлять записи это в нашем блоге а можем добавлять произвольные ссылки допустим в нашем случае это более актуально поскольку у нас лендинг добавляем например главное добавляем бенефиты наши с вами это второй наш блок третий как это устроено ну или построено не так важно я думаю в принципе дальше отзывы и дальше у нас идет контакты в принципе это все нажимаем сохранить меню возвращаясь в элементар хедер футбилдер нажимаю изменить редактировать в элементар и вот здесь я вижу что мое меню уже подгрузилась здесь значит layout я выбираю по центру значит ну для меня шрифт и остальное такого определяющего значения не имеет я даже не сейчас не вспомню если честно сказать как у нас там это выглядело по ховеру наверное мы покажем его таким вот сереньким наверное так имеет смысл сделать толщина это очень серьезная такая получается у нас соответственно нажимаем обновить смотрим страницу нашу и видим что это работает есть еще один нюанс сверху сделаем отступ минус я думаю что 55 вот так вот как говорил один классик и теперь возвращаемся на наш сайт и видим наше меню не докрутил я немножко по отступу не докрутил так я думаю что тогда нужно сделать 75 если даже не 80 не самый лучший наверное способ прям таки делать вот так да на глаз там что-то но в целом это работает по крайней мере сейчас есть ховер есть у нас меню в принципе мы в него можем там залить какие-то вещи то есть мы можем сюда точно так же добавить допустим внутреннюю секцию сюда разместить меню допустим здесь секции вот так вот допустим по процентам подвинуть сюда разместить логотип но я этого делать конечно же не буду потому что логотип еще нужно искать вот то есть в целом это работает как сделать навигацию по лендингу делается это достаточно просто мы нажимаем редактировать элемента я покажу на примере одного пункта я думаю что этого должно быть достаточно соответственно давайте представим что у нас это блок да как у нас есть по факту в меню мы ищем элемент который называется якорь меню и называем его например бенефиц бенефиц обновляем страницу нажимаем на бенефит и ничего не происходит да хотя по факту якорь мы сюда вставили но их слов искать визуально ничего не поменялось однако если мы перейдем в меню если мы перейдем в меню и вот здесь вот возле хэша напишем бенефиц то произойдет примерно следующее вот что произойдет мы можем якорь бросить чуть выше в этом случае мы будем листаться например вот так вот останавливаться но общий принцип я думаю понятен то есть якорь меню достаточно просто делается на самом деле в элементаре в частности да и в целом она по похожему принципу устроена даже там ну каких-то сложных сайтах то есть это в принципе одна и та же методика ничего здесь такого интересного не могу сказать по этому поводу вот собственно с меню мы разобрались последнее что я хотел бы буквально в паре минут обсудить это мобильная адаптация сайта для того чтобы посмотреть как будет выглядеть наш сайт мобильном устройстве нам нужно перейти вот здесь вот в самом низу есть такая кнопочка режим адаптивности мы ее нажимаем и здесь у нас сверху выскакивает планшет и телефон да мы можем посмотреть вот здесь наше меню вот она вот так раскрывается соответственно для того чтобы адаптировать сайт под мобильное устройство нам нужно раскрыть вот здесь вот устройство в формате который нам нужен то есть телефон например и соответственно допустим поменять заголовок видим да что у нас сейчас вот такой 55 сереньким почему сереньким потому что это для пока размер в данном случае как мы видим мы редактируем размер для телефона соответственно здесь мы пишем допустим 35 и допустим делаем допустим откроем навигатор кроме эту секцию сделаем отступ допустим сверху ну пусть будет хорошо там допустим вот такой отступ типа полоска с меню допустим пусть будет не так важно нажимаем обновить смотрим страницу и видим что ничего не поменялось на пока версия однако здесь на мобильной версии у нас теперь здесь появился отступ и вот здесь у нас все как бы получше стало второй вариант как делать мобильную адаптацию ну это не для элементов в элементаре есть и так режим адаптивности здесь можно допустим на компьютере в частности работой на маке всегда есть в любом браузере режим адаптивности или здесь он на живо называется режим отзывчивого дизайна здесь я захожу допустим вот у меня iphone 8 я смотрю как это будет выглядеть на iphone 8 то есть у меня вот видите сайт такой сбитый получается никуда ничего не колбасится если бы это происходило я бы исправлял ошибки сидел также в некоторых случаях может понадобиться поменять блоки местами для того чтобы это сделать во первых мы выходим из режима адаптивности и например мы видели что форму у нас показывается после этого блока если мы хотим форму показать выше этого блока предположим заходим в блок вот в этот в адаптивность и здесь мы можем например скрыть какой-то блок для какого-то определенного устройства да то есть мы можем его продублировать и сделать его совсем иначе для допустим телефона а можем еще сделать реверс например для телефона включаем реверс выходим опять на страницу на нашу и видим что наша форма оказалась сверху таким образом я рассказал в принципе про все важные пункты по мобильной адаптации да на элементаре скажем так познакомил вас с четырьмя самыми необходимыми самыми нужными плагинами для построения своего наверное повторится стоит бесплатного или очень мало бюджетного сайта и мы с вами вместе построили сайт ничего не мешает вам сейчас сделать ровно такой же ссылка на тайм веб реферальная по которой вы сможете получить 250 рублей при первом пополнении баланса будет в описании к этому видео ссылки на мой блог и статьи которые я так или иначе упоминал в этом видео также будет в описании и собственно ссылка на некоторые видеоролики которые я также упоминал в этом видео будет будут в описании ссылки большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и пока пока до конца 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 до конца